I have ways of blowing things up. Блин, не-не-не-не, это вот этот вот жесткий мод, ну его нафиг, не кольцуем станции, да ты другую, две ветки нацепил, ладно, ну давайте тогда третью сделаем, да, хорошо. Вот так вот сделаем, ни одно не закольцовано, но все как-то ездит, все как-то относительно ездит по кругу. Давайте вот так. Я помню, в прошлый раз это было жестенько, сейчас я что-то не ожидал, что это, а почему они стали в Делике пихать жесть, ладно, стандартный у нас будет следующая катка, поэтому я не думаю, что это проблема. У нас тут как раз вот круглой станции нету, давайте туда ее, три ветки у меня сожрали, три паровоза, блин, мне сейчас, ой, следующая через это будет, туда желтенькую наверное кинем. Назревает, 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 такая сейчас вылупится, бам, вылупилась. Туннели у нас осталось еще два, один мы вот использовали, у нас осталось еще два, хорошо, следим за туннелями. Ой, сколько раз меня уже эта тема, блин, подставляла, что нет туннеля и все, и просто все загинается. Я не скажу, что все остальное было хорошо, ну по крайней мере так. Да. Воскресенье, давайте, 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 хочу, чтобы неделя закончилась. Можно немножечко ускорять, да, я не буду, я не хочу. Локомотив, да, туннели, да. Я думаю, вот эту линию сейчас сюда отправим. А потом сюда ее отправим. Желтая у нас будет понизу, красная у нас будет в эту сторону, а бордовая у нас будет в эту сторону. Вот, и по идее все должно сработать. Так, скоро мне понадобятся дополнительные вагоны, локомотивы. У меня пока что только один. Середина недели. Ладно, сидим, ждем. Он сейчас еще и квадратных не заберет, он их заберет на обратном пути. Сюда сейчас красную. А, ее нельзя, я понял, ее даже растягивать нельзя. То есть это каждый раз придется вот так вот петлять. Что нам скажу, я скажу, что это печально. Ну вот это вот, ну это что такое? Ну блин, а как? Вот сюда вот так вот так? Он уже увеличивает время в пути. Трындец просто. Квадрат у нас пока что... Одна квадратная станция. Ага, вот тебе и вторая. На, вот сюда. Я не хочу ее тянуть сюда, потом еще и дальше налево растягивать. Попробуем так сделать. То есть в какой-то момент мне придется сделать еще одну какую-нибудь линию себе взять и сделать ее транзитной, потому что здесь нельзя растягивать тоннели. Это печально. Давай, вылупляйся. Че, вылупился? Локомотив, да. Блин, ну придется вагон брать, потому что мне скоро нужно будет избавляться от перегрузок. Если ничего не помешает, в следующий раз нужно попробовать взять линию. В смысле ничего не помешает? Как это, чтобы в этой игре ничего не помешало? Вы че? Давайте еще один локомотив на красный кинуть, потому что он останется уже перегруженный. Вот че он там стоит столько времени? Серьезно, он просто завис. Смотрите, сколько он там времени стоял. Охренеть! Так нельзя. Смотрите, поскольку времени там че, этот машинист курит что ли? Как так можно? Ну да, на красные проблемы. Сейчас этот квадратник их позабирает, а этот треугольник их. Нормально. А это вот, вот все, один квадрат уже сейчас влезет и все это на... Ох, блин, уникальная станция! Ну спасибо вам огромное! Так, продолжение для желтой линии у нас идет. Хорошо. Сюда нам третий локомотив ставить, иначе нам задница. А тебе на вагончик, чтобы было попроще. Потому что ты там один пашешь. Тебе надо всех развозить. А тут у нас именно на скорость. Скорость, говорю, блин, чтобы вы быстренько работали. Они столько времени на остановках торчат просто трендец. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, чувак, давай скорее, начинает гореть. Там две станции осталось. Так, локомотив... Линию, черт с тобой. Я его там не отпускал! Я его там не отпускал, так нельзя! Я... Это... Серьезно, я кинул сейчас четвертый локомотив на красную ветку? Подождите, раз, два, три, четыре. Да, я кинул четвертый локомотив на красную ветку. Я его туда не отпускал. Я кнопку мыши не отпускал. Оно взяло, короче, проглючило и выкинуло мне туда локомотив. Я собирался вообще на другую линию поставить локомотив. Неприятно. Так, ваш пета нельзя. На, держи. Следующую тебе. Раз у тебя четыре локомотива на этой ветке уже катаются, уже больше кидать нельзя. Там только вагончики можно будет докидывать. Желтый, на удивление, пока справляется. Не хочу накаркать. Ну, у него не такая длинная ветка, но все равно он там один ездит и вроде живой пока что. У него только одна станция дублируется, да. Так, тогда... Да, желтый у нас нижней частью занимается. Вот тебе второй туннель, накатайся. Это можно сделать? Вот так. Можно. Значит, локомотив у нас идет на бордовую ветку, потому что мы ее сильно сейчас удлинили. Она идет у нас еще и восьмерочка, и вообще красиво. Суббота, давайте скорее воскресенье. Я сейчас не могу себе сделать даже дополнительную линию, потому что у меня нет свободного локомотива под все это. И не будет, скорее всего, потому что локомотив один за неделю удается. Красота. У вас тут четыре поезда ездят. Какая... Почему вы вдвоем останавливаетесь на... Так, ладно. И тоннели, потому что у меня линии и так никуда и нечего. На, держи, другалек, тебе. Так, с желтым начались проблемы. Я не знаю, откатаемся ли мы эту неделю еще по-нормальному, но с желтым начались проблемы. Он сейчас уже поедет, у него шесть мест, а там семь пассажиров. Он уже всех не заберет. Не-не-не-не-не. Забей. Какая новая линия? У меня для него локомотива нет. Мне нужны вагоны. На красной катается по четыре этих, и все равно там перегрузки страшные. Вот тут линия будет прямо... Станция прямо на линии появится? Серьезно? Вы мне такой подарок сделаете? Сейчас плюсик какой-нибудь появится. Ага, я же сказал. Да, уникальные станции, конечно же. Так, короче, да, нужно срочно спасать желтую. С красной тоже не все хорошо. На красной вагон и желтый локомотив. Дайте мне, пожалуйста, сейчас вагон и локомотив. Очень шуенно просто. Вот еще одна. Сейчас появится, скорее всего, будет или звездочка какая-нибудь, или еще какое-то говно. Вот зырь, 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 смотри. Полная станция, там уже коллапс. Он берет, едет на следующую, и... Там круглые хотя бы. Там даже круглых нет. Он сейчас просто проедет мимо. У меня сейчас эта станция разорвется. Блин, скорее, воскресенье ночь. Воскресенье... Быстрее! А я не успею, да? А я не успею. Локомотив, вагон. Срочно желтую надо спасать. На красной, конечно, проблемы. И, скорее всего, вот эта тогда у меня сейчас лопнет. Потому что они все катаются непонятно как. Раз, два, три, четыре... Все... Три едут в эту сторону. Да, вот эта станция... Ну, ладно, пофиг, куда же, что я спасал. Не спасал. Да. Да, ну, это жесть какая-то. Я не знаю. Она... В этот раз вообще все не так пошло. Пойдемте в стандартную игру. Хе-хе. Я еще на половинке. Но вот это вот страшное количество людей, которые перевозило по 1200 человек. Ну, это... Прям, да. Поехали играть. И поехали мы... Вот, Лиссабон у нас новый. Поехали. Стандартная. Так, ну, что ж. Так, 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 так. Никакой жести. Все по классике. У нас две линии, кстати, тока. А, а вот это интересно. Что, ну, чаще всего вначале дают три. Извиняюсь. Еще, опять же, не знаю, мне показалось или нет, но в той катке, где было ограничено, как-то по красной линии медленно ездили поезда. Это с чем-то как-то связано? Мне это кажется, мне это не кажется. Что вообще происходит? Может, напишите вдруг то, что понимает? Было бы интересно. Вот это вот первые несколько минут, они такие прикольные, умиротворяющие. Потом начинается жесть. Наверное, вот этим и классно. То, что я же говорю, она и расслабляющая одновременно, и все равно интересная, потому что каждый раз приходится решать разные закатки. Никак не отпускать мне эта игра. Кстати, я вижу, вы тоже смотрите, так что интересно ваше мнение. Потому и спрашиваю. Итак. А тут интересно, это река, это море. Можно ли туда туннель? У меня вообще сколько туннелей? Я не вижу из этого фона. Ладно, по-моему, туннель есть. Значит, мне, скорее всего, придется через все это их перевозить, переводить. Посмотрим. Пока справляемся. Воскресенье. Посмотрим, что нам приготовят в воскресенье. Ну, что начинают появляться небольшие очереди. Это признак того, что нужно что-то делать. Сейчас посмотрим, что нам дадут. О, локомотив, естественно. Еще одну линию, наверное, нет. Давайте еще возьму два туннеля, чтобы они у меня были с запасом. И, наверное, можно... Сейчас посмотрим, где появится следующая станция. И, исходя из этого, пустим еще одну линию, скорее всего. Вот так вот сделаем. Немножко снимем напряжение. С некоторых станций. Синее кольцевать не буду пока что. Мне вполне подходит так, как она есть. А оранжевую будем растягивать. Блин, такие цвета, кстати, красивые. Синее, оранжевая. Прикольно. Мне нравится. Хорошее сочетание. Вот сюда же еще синюю закинем. Нормально. Нормально. Итак, синюю. Пока что обходимся без дополнительных поездов. Посмотрим, как оно будет. А, кстати, вот сейчас, когда немножечко отдалилось, я вижу, что вон внизу, справа и внизу, внизу... Там есть остальные два берега. Там вполне сейчас начнут появляться станции. Ладно. Но там перегоны огромные, смотрите. Воскресенье. Так, давайте. Что следующее? Тут нам важно... Ну, в Делике нам важно зайти как можно дальше, а здесь нам важно открыть хотя бы тысячу, перевести хотя бы тысячу пассажиров. Это нам откроет дальнейшие опции для прохождения. Поэтому, ну, ориентируемся на такое. Так, а куда... Я возьму еще одну линию, которая у нас будет идти на тот берег куда-нибудь, чтобы эти не растягивать. Так, ну, это понятно. У нас много квадратных станций в этот раз. Аж прям четыре. Это удивительно. Обычно квадратные станции самые редкие, но тут такие, а, давайте сделаем по-другому в этот раз. Хочется, чтобы сейчас дали что-нибудь тут внизу за берегом. Было бы прикольно. И еще, если я сейчас перекину станцию на другой берег, насколько транзитной мне ее делать? То есть, чтобы она просто довозила до кольца... А, вот, кстати, вот вам и решение. Желтая линия. Пусть она идет через треугольные и квадратные. Вот так вот сделаем. Чтобы она развозила хотя бы свои собственные потребности и доставляла на тот берег. Чтобы не было дефицита. Получается, если бы я ее сейчас не привез бы на квадратные, не привел бы эту станцию, эту линию на квадратные станции, то она бы мне все квадратики оставляла бы где-то по пути на треугольнике. У меня получился бы перегруз. Я понимаю, что я сейчас абсолютно банальные вещи рассказываю. Прекрасно понимаете. Это я, скорее, так для себя рассуждаю. Так, и треугольник внизу у нас получается неким хабом. Пока что. Кстати, смотрите, у нас на оранжевой начинают появляться проблемы. Давайте я, возможно, в другую сторону запущу локомотивчик еще по оранжевой. Чтобы он высвобождал. Что, у нас уже пятница. Мне скоро дадут еще один локомотив. Я думаю, я переживу пока что. Сорян, ребят. Немножко не выспался. Но это хроническое. Вот, это то, чего я ждал. Теперь желтую мы сможем с вами потащить вот сюда. Она будет с маленьким количеством станций, но с большими перегонами. Хочу, чтобы мне дали шункансен какой-нибудь. Я понял, что для этого надо играть в азиатской стране. Там, в Японии или что такое. Но я хочу скоростной поезд. Вагончик. Вагончик это вообще суперски. О, ты хорош. Я сейчас вот так буду зевать, зевать, зевать. И вы все начнете зевать, а? Смотрите, как это заразно. Даже через микрофон. Даже через время. Потому что, ну, по сути, я же сейчас сообщаюсь с вами в будущем. Так что... Зацените, прикол. Возможно, есть смысл в следующий раз взять еще одну линию, которая у нас будет объединять нижние острова. Посмотрим. Кстати, это, возможно, одна из моих проблем. То, что я редко выбираю линии. А таким образом можно лучше разгрузить те линии, которые уже присутствуют. Но, с другой стороны, у меня практически, по-моему, не бывает случаев, когда у меня на одной линии работают четыре поезда. А прям с четырьмя вагонами, и все это загружено, и все это перегружено, у меня обычно не хватает как раз вот этого перевозимой способности. Поэтому вот такое. Давайте... Нет, у нас там уже есть треугольная станция. Я не буду добавлять сюда. Пока что. Посмотрим, как она будет. А синяя у нас потихонечку начинает перегружаться. Может, она останется длинной, там работает только один локомотив. Надо над этим подумать. Вот эти две станции у нас, по крайней мере, ну, три станции, еще разгружают, а оранжевые развозят. Но там дальше... О, да. Назрел вопрос. Вот так вот мы сделаем. Я не вижу, сколько у меня туннелей остался один. Один, наверное. Надо... Надо еще брать туннели сейчас, если дадут, потому что вот тут вот, если мне делать внизу соединение или справа, это будет печалька. У меня тогда их не останется. Ставим еще один локомотив на синяю. Переход. Блин. Я возьму еще два туннеля. Я перестрахуюсь. Потому что, ну, для перехода у нас пока что нету оснований. Возможно, когда они появятся, будет уже поздно. Да, в любом случае. Давайте я тогда второй локомотив еще по желтой линии запущу. Потому что они уже начинают растягиваться. Они уже здоровы. Надо будет как-то еще на оранжевую нацепить парочку станций, если получится, если они как-то в центре относительно появятся. Вот, например, вот тут вот. Да. У нас получается подряд четыре круглых станции. Это вообще отвратительно. Три сотни пассажиров у нас уже катались. Хорошо. Интересно, а можно ли как-то... Ну, ой, блин, уникальная станция. Идите нафиг. Давайте. Подтягиваемся все к уникальной станции, чтобы у нас не было проблем с этим. Так я говорю, можно ли как-то ускорить загрузку-выгрузку пассажиров? Было бы классно. В эту сторону идем. Отсюда всех забери, дружище, с крайней синий. Спасибо. Оранжевый мы туда потянем. Да. Синий так достаточно... Хотя и оранжевый, но... Вот, четыре с пассажиров. Навиганта. Лиссабонин. навиганты это интересная щипка. Блин, как звучит. Давай мы тебе... Дружище, вагончик подкинем. Да, один локомотив. Давайте мне запасную линию... Да! Вот как мы с вами поступим. Пустим ее... Вот так вот пустим. Разгрузим... Некоторые уголочки, пустим ее через... Хаб, через серединку, а потом сверху, если надо будет добавлять, мы будем уже белую протягивать. Вот так вот сделаем. Вообще, я не знаю, мне кажется, что я в первый раз вижу белую линию. Желтая растянута просто на километры и километры пути. Там люди успевают книгу прочитать, пока они по этому тоннелю под рекой проезжают. У нас сейчас есть, по сути, одна станция с пересечением трех линий и одна станция с пересечением четырех линий. Если мне сейчас будут предлагать переход, я, наверное, на него соглашусь. Посмотрим, как оно будет. Заторов... Ну, у нас оранжевая загружена. По оранжевому вроде мы все успеваем разгрести. Ну, то есть, где быстро появлятся пассажиры? На желтые тоже, смотрите. Да, на желтые начались проблемы, вижу это уже. Сейчас у нас будет суббот, если дадут, может, вагончики или что. По крайней мере, на желтые нужно будет кинуть третий локомотив. Она у нас перегружена чисто из-за расстояния, потому что поезда проезжают очень большое расстояние. Белая, кстати, мне, по-моему, неплохо помогла. Значит, я правильно ее поставил. Будем надеяться. Ну вот, да. На желтые явно начинаются проблемы. Нам добавляют... Вагон. Нам добавляют... Поставлю третий локомотив на желтую. Вагон придержу пока что, потому что, возможно, мне вагон понадобится на синий. На синий у меня два катается, да? На синий два, на оранжевый два, на желтый три. Желтую мы немножечко растянем. Это не очень красиво, но это необходимо. Классно, он забрал пять квадратиков и сразу же на следующей станции их выкинул. Вот это прикольно. Так. Проблема в том, что внизу справа на желтой части у нас нет ни одного квадрата. Отсюда все квадраты берутся и увозятся аж на центральный остров. Это нам сильно забьет перевозку. Квадрат зато боился здесь. Посмотрим. Так, подходим к семисотне пассажиров. Прикольно. На желтом, смотрите, какие проблемы. Ну да, туда уже едет вагончик, но все равно... Ну его нафиг. На. А, вот и квадрат. А, это не тот квадрат, который я хотел. Не-не-не-не-не-не-не, иди сюда. Может, под... Сколько у меня? Три тоннеля. Может, потратить еще один тоннель, чтобы закольцевать желтую? Кстати. Давайте, наверное. Мы еще все равно с двумя тоннелями остаемся. Так, локомотив. Да, пожалуйста. Черт. Я сейчас рискую. Давайте я возьму переход и придержу его. Потом посмотрю, какая станция. Если вдруг какая-то станция у нас будет перегружена, то можно будет потом зафигачить туда. Ну зачем ты так? Такую сложную станцию так далеко от центра. Хорошо. По крайней мере, у меня там ходят три локомотива. Один с вагоном. Я могу подкрепить каких-то четвертым локомотивом. Кстати, наверное, не могу. Так. Это мы увеличиваем. Сейчас посмотрим, оранжевый справляется или нет. Там четыре человека надо будет забрать. Пять. А, он еще... А, он еще кругляшки высадил. Да, 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 да. Все, он всю станцию загреб себе. Хорошо. Все, супер. Короче, вот эти составы с вагонами на определенный момент они просто суперские. Так, ну это это не должно быть проблемой. Натем мы сюда. Наверное, полномочия белой можно немножечко будет расширить. Посмотрим. Если будут проблемы, то можно будет... Синий сейчас заберет плюсов, когда будет ехать обратно. Ну, теоретически, да. Вот он тут плюсы сейчас заберет. И вот тут сейчас плюсы заберет. Хорошо. О, это вот на белую пойдет. Отлично. О, все-таки похоже с тысячей людей мы справимся. Ну, это, кстати, не такая жесткая или что-то я как-то лучше сделал, чем раньше. Но пока что идет довольно-таки неплохо. Я сейчас, конечно же, это сказал и начнет страниц. А можно без? Так, локомотив, да. Еще одну линию или еще один переход. Давайте еще один переход, наверное. И, наверное, еще один локомотив. сюда. Тут уже две уникальных станции. Ну, это же офигенно, да? Всех так нравится. О, знаете, что давайте сделаем? Вот так вот сделаем. Потратим один туннель. Он просто будет огромнейший. Пусть они едут туда, и тогда на белого можно будет сплавить доставку. Не приведет ли это к бздецу на белой линии, а? Посмотрим, узнаем. что ты сэром срал? На тебе еще один локомотив по белой. Ничего не поделаешь. Белая из самой маленькой линии вдруг стала расплюснутой по всему городу. Офигенно. Остался последний туннель. Для самой большой красоты можно было вообще синюю туда провести, но нет, не буду. Синяя и так нагружена. Вот-вот-вот началось, смотрите, на белой перегрузка пошла. Просто страшно. Давай и желтую сюда подтягиваем. Ну, забрали, хорошо. Мне кажется, я слишком резко накинул нагрузку на белый. Так, у нас воскресенье. Давайте еще один локомотивчик сюда, что ли. С вагончиком. Да-да-да-да-да. Так, ты заберешь? треугольник забери, пожалуйста. Все становится не очень радужно. на синем у меня три сейчас катаются, да? Три. Давайте еще один на белый. Так. Офигенно. Где? Смотрите, целый состав треугольников, он сейчас будет идти до конечной, никого практически не сгружая. Офигенно. не забывай. Не забивай всех, стой. Не забивай всех, Очень жаль, что мне пришлось так сейчас сделать, но это было чисто засейвиться. Два тоннеля, потому что у меня тоннеля заканчиваются. Еще один локомотив на синюю. Он просто мимо центральный проехал. Нормально, да? Звездочка. Не, ну тут уже начинается... Это уже не спасти практически. Потому что на желтый у нас коллапс, хотя там ездят вон эти, с вагончиками, все-все-все-все-все, но они просто не в состоянии перевести такое количество людей. Окей, у нас там три локомотива. Давайте, может быть, я с оранжевой сниму один. Да, видите, с желтым он с проблемой. И каждый раз бронировать желтую вот этими станциями узловыми. Ну, такое себе решение, на самом деле. Нам нужно именно развозить желтую, а это не получается. И эта узловая сейчас тоже будет переполнена, смотрите. Они проходят мимо нее транзитом, потому что следующее за ней вот это куда надо сгрузить, а они в другую сторону уже не едут. Офигенно. Так, суббота у нас сейчас, да? Суббота. Вот смотрите, он едет туда, он забивается по полной. Ну вот, у него там остается два-три места каких-то несчастных, и он сюда и приезжает, ну что он может забрать? Два человека? Локомотив... Линию. Ну вот это сейчас лопнет. Я поставил! Да ну я же поставил туда, ну почему? Я же принес туда эту штуку поставил. А что он не зафиксировался? Ну вы че? Не, я понимаю, что меня бы это не спасло. Скорее всего лопнула бы станция, которая внизу, но... Ладно, ладно. В общем, на самом деле, тысяча практически восемьсот человек. Это как я и говорил, что это было относительно несложно. Ну, то есть, все равно бы оно когда-то закончилось, но такое. Ладно, ребятушки. Пишите, что вы думаете. Пока что у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем молодышек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok